Свидетели Навального, эксклюзив дождя, бывшие заключенные колонии, где сидит главный оппозиционер страны, рассказали об издевательствах над ним. Так, когда Навальный держал голодовку, рядом жарили колбасу. На койку рядом клали человека, якобы заболевшего туберкулезом. Остальным осужденным запретили разговаривать с политиком. Кроме того, они рассказали, какие пытки практикуют в этом учреждении. С бывшими заключенными из Покровской колонии номер два беседовал мой коллега Константин Глинцвайка. Его репортаж уже доступен на сайте Дождя, но только для подписчиков. Призываю всех интересующихся оформлять подписку, инвестировать в правду. Конечно, через некоторое время мы этот материал выложим и на YouTube, на другие открытые площадки. Ну а прямо сейчас Константин Глинцвайк в нашей студии. Здравствуй. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще заинтересовался этой темой? Ну, эта тема пришла сама в руки. Вот в советских газетах был такой, то ли рубрика, то ли штамп. Письмо позвала в дорогу. И вот тогда речь шла о том, что в дорогу звали письма, зачастую написанные в самой же редакции. А вот сейчас действительно к нам этой осенью в редакцию Дождя пришло письмо, которое было написано человеком, утверждавшим, что он сидел в одном отряде с Алексеем Навальным. Что он освободился и, благополучно покинув Россию, оказавшись на безопасном, как он считает, расстоянии, готов поделиться с тем, с чем он столкнулся в колонии Навального. Нас это смутила история, потому что, в общем, сложно верифицировать, что это и кто это, и является ли это человек тем, за кого он себя выдает. Но мы подняли судебные документы, увидели действительно, что он в самом деле сидел в этой колонии. Мы поговорили с другими заключенными чуть ранее до Навального, оказавшимися в Покрове, пересекавшимися там с этим человеком, его зовут Нариман Османов. И убедившись в том, что он это он, мы приехали к нему в Грузию, сейчас об этом уже можно говорить, где он решился обо всем рассказать. Вообще, примечательная вот деталь, что поведать об этом решились нам два человека, ни один из которых не является гражданином России. То есть, один из них, это Нариман Османов, который является гражданином Азербайджана и опасаясь преследования российских спецслужб, как он утверждает, он из Азербайджана уже перебрался в Грузию, только затем с нами общался. И второй человек, это заставший Навального, но сидевший с ним в разных отрядах, Евгений Бурак, который тоже должен оказаться за пределами России, он гражданин Беларуси, и мы его цепочкой сложных усилий застали в центре для депортируемых из России, как лицо, подлежащее депортации после уголовного дела. Это частая партия, как и с Османовым. И вот они рассказали нам о том, что там происходило. Их показания довольно похожи, и самое, пожалуй, любопытное, это то, что под Навального был создан отдельный такой отряд, благодаря которому Алексей оказался в полной изоляции, такая тюрьма в тюрьме. Что за люди попали в этот отряд? Тоже интересная штука. Вот тут важно немножко погрузиться в тюремные касты, с которым, как мы обнаружили, даже в такой образцово-показательной колонии следуют сотрудники ФСИНа. Вот так называемые мужики, это просто обычные зэки, которые никак не связаны с администрацией колонии, они находятся там в абсолютном меньшинстве в этом отряде. Их там почти нет. Почти все это по утверждению Османова и Бурака, либо так называемые козлы, то есть люди, состоящие из администрации колонии в сговоре, либо на тюрьме-жаргоне петухи, опущенные угловые, ну вот такая низшая каста. И у тех и других, соответственно, по утверждению наших собеседников, задача была с самого начала сделать жизнь Навальному максимально неприятной. Ему эту задачу кто ставил? Начальство колонии с ними беседовали как-то отдельно? Да, нам рассказывали о том, что все, ну естественно, что никакие психологические пытки, издевательства, мелкие пакости по отношению к такому заключенному, как Навальный, по их словам, невообразимы, либо без отмашки, либо без инициативы сверху. И эта инициатива была. Ну вот интересно, что за исключением одного женина Азербайджана и еще одного палестинца, который просто не говорил по-русски практически, подавляющее число этих людей, по утверждению тех, с кем мы общались, это вот те самые козлы, доносчики, стукачи, которые, собственно, следят за Навальным всюду. Давайте послушаем, я просто предлагаю посмотреть фрагмент из того, что нам рассказывал сам Нариман Османов, следевший с Навальным. Он пристал, допустим, просто хочет пройтись. Один встает вперед, один назад. Ну, на психику играет. Он сел, они садятся рядом. И у них задание, что это говорит наш объект. Даже, допустим, в 10-20 сказал здравствуйте. 5-6 человек, как каждый и услышал, так может написать вот это здравствуйте на листочке. Потом вечером все эти листочки сдаются в оперотдел. Даже туалет, дверь открыто оставляет. Та камера, которая в умывальнике, она в честь. Светит в туалет? А там, по-любому, один из этих угловых находится постоянно. У туалета? В туалете. Ты сидишь, он стоит. Ногой вот так, если даже сделаешь, он не уйдет. Потом тебя убьют, мне не знаю. Ты садишься на очко, он сидит перед тобой вот так, на коленях. И вот так вот. Один метр расстояния. Вот, ну и Османов, и Евгений Бурак, и попадавший в Покров чуть ранее Константин Котов, мы знаем его как бывшего политзаключенного, сидевшего по московскому делу, и Дмитрий Мудриченко, еще один заключенный из колонии Покрова, сейчас мы можем открыто называть их имена, все они рассказывали о происходившем и происходящем там. Причем, если говорить про отряд Навального, то, естественно, физическое насилие по отношению к нему недопустимо, сразу же поднимется шум, вой. Но вот и Османов, и Бурак рассказывали нам о психологических пытках, об издевательствах, о которых, как я сейчас уже понимаю, это неудивительно, в деталях не рассказывал сам Навальник, потому что это, ну, в общем, о таком странно рассказывать, это столь же мерзко, сколь мелко. Он говорил то, что когда он держал голодовку, требуя перевода в связи с ухудшением состояния здоровья в гражданскую больницу, действительно, тогда рядом с ним, он, по-моему, писал про курицу, мне казалось. Да, да, его пытались таким образом избить голодовки, но вот помимо этого мы обнаружили, что в начале всего пребывания Алексея в колонии его методично пытались, говоря, опять же, на языке тюремном, загнать в угловые, в петухи или в опущенные, опять же, силами так называемого актива. Да, естественно, когда речь заходит до таких неприятных поручений, то как бы люди в погонах оказываются ни при чем. Как это делали? Мы просто видели страшные кадры, к сожалению, мы их не можем показывать, пыток в Саратовской тюремной больнице, где человека насилили, членком от шлана. Никаких физических пыток в самом-то деле, что нету, и предъявить, казалось бы, как бы и нечего, да, но методично несколько недель или месяцев к ряду, как рассказывают наши собеседники, к Навальному подкладывали на соседнюю койку другого петуха или углового, то есть человека, с которым по тюремным канонам нельзя находиться рядом, и он занимался разными непристойностями так, чтобы Алексей на протяжении нескольких дней по возвращении из больницы просто не мог спать. Затем, как рассказывал Нариман Османов, и не только он, в колонии подготовили такой ролик про Навального. Тут важно объяснить, что в этой Пахровской колонии, она, если ее отобразовала показательно, есть практика обязательного принудительного показа таких педагогических пытательных лекций заключенным о самых разных вещах, о том, как устроены мусоровозы, условно-досрочное освобождение, пожарная безопасность, пингвины, ну, такой абсолютно абсурд. И однажды в этой цепочке оказалась видеолекция, на которую согнали всех заключенных, и лекция эта была о самом Навальном, вернее, о том, что он главный сторонник, главный поборник ЛГБТ и вообще главный друг геев. А опять же, с точки зрения заключенных, мы понимаем, что это за гранью добра и зла, вот с точки зрения обычного зэка. Давайте послушаем рассказы самого Наримана Османова. Нам сказали, короче, 12 часов, но бывает и есть лекции, которые 100% должен просмотреть каждый зэк. И все, предупреждают, 12 часов будет лекция. Всем полностью, без исключения, любому зэку должен сесть в КВР и посмотреть лекцию. И также вот эту лекцию прогоняют по всему учреждению. Там суть в том, что он с нетрадиционной ориентацией, там, с кем-то здоровается. Потом показывали секс-сцены какие-то, блин, мужиков, то, что это его соратники. Они подгоняли чисто под тюремное это, то, что... Что Навальный тоже гей? Ну, или гей, или даже с той касты. Как там Навальный, там, с каким-то геем, там, что-то там фотографировалось его обнимку, там. Потом этого пацана, там, гея, показывали фотографии, короче, там, неприемлемо. Просто какую-то порнографию вставили. Да. Это глаза закрыты, короче, на кровати два мужика. И в день его рождения, после отбоя, его завели. В день рождения его. То есть он будет находиться в изоляции не только потому, что администрация так сказала, что она запугала других осужденных, а потому что они будут считать его, ну, непорядочным арестантом. Ну, то есть важно, что про вот этот ролик, который был специально смонтирован, рассказывают сразу несколько человек, которые находились в этой колонии. Ну, по всей видимости, достоверная информация. Да, естественно, поскольку мы не являемся активистами Алексея Навального, по-журналистике важно было услышать другую сторону и узнать, подтверждают ли эти свидетельства самоуправление в Синпо-Владимирской области, представители колонии по кровам. Ты наверняка отправлял запросы, просил от встречи. И тут важно сказать, что в этих запросах было перечисление этих и всех других свидетельств о том, что происходит по крови со слов осужденных. Мы не получили никакого ответа. Нам, правда, удалось пообщаться с несколькими членами ОНК по Владимирской области. Общественная наблюдательная комиссия, давай напомним, это те люди, которые имеют возможность посещать тюрьмы, колонии, должны следить за соблюдением прав заключенных. Но зачастую в этих структурах работают сами бывшие тюремщики. Как в случае с Владимирской областью, собственно, и есть. И эти люди сказали, что ничего подобного из того, что мы пересказали им, они не видели, ни с чем подобным не сталкивались. Но вот интересно, что одновременно мы пообщались и с другими заключенными, сидевшими не в отряде Навального, в частности, с Дмитрием Мудриченко, вышедшим из покрова незадолго до прибытия Алексея в ИК номер 2. И вот из их слов выходит, что Навальный находится в такой тюрьме в тюрьме, потому что если на него и на его отряд, естественно, эти физические пытки, насилие не распространяется, и сам Навальный утверждает, что никакого насилия он не видел, то вокруг-то, за пределами его барака происходит все то же самое, о чем ранее рассказывали и Константин Котов, и Дмитрий Демушкин, просто мы-то думали, что теперь это в прошлом. Судя по всему, нет. И вот как об этом рассказывает, в частности, Дмитрий Мудриченко. Давайте послушаем. Он поменяет только то, что происходит на его отряде. Те люди, которые находятся с ним на отряде, будут себя намного чувствовать лучше, чем другие люди, которые находятся на других отрядах. Сейчас люди освобождаются, там тоже пишут и общаются, и также избиения, и также репрессии, и все происходит все то же самое. По очереди заводят душевую каждого человека, раздевают уголок, руки связывают за спиной, ноги на вытяжку связывают около лодыжек, сажают на плитку голым, дневальные набирают воду из-под крана ведрами, не переставая, чтобы это не прокачалось. Поливают тебе нагло, вода ледяная, она идет со скважины. Ты захлебываешься за вхоз, либо дневальный, черенком швабры, лобик тебя по пяткам и задает еще вопросы. Что с девушкой, что с родителями, кто здесь сдает, кто стучит, и все вперемешку. Но это откровенные пытки, это издевательство над людьми, физическое насилие, это избиение, это удушение, пытка холодом фактически. Да, и теперь мы понимаем, почему эти рассказы отчасти шли в разрез с сообщениями от самого Алексея, который, находясь в пытках психологических, в издевательствах психологических, вот такого физического насилия, к счастью, не застал. А оно, судя по рассказам других осужденных, там продолжает иметь место. Спасибо, я благодарю и за этот рассказ, и, конечно, за проделанную работу. Константин Гальденцвайк был в нашем эфире. И его материал, его репортаж свидетеля Навального о тех людях, которые также находятся в колонии номер 2 города, в Покровской колонии номер 2. Вы можете посмотреть на нашем сайте, уже материал в доступе для наших подписчиков. Оформляйте подписку на Дождь и Вы. Ну и, конечно, через некоторое время мы его выложим и на YouTube, и на другие открытые площадки. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор Дождя. Спасибо, что смотрите нас на YouTube. Но Дождь — это намного больше, чем наш YouTube-канал. У нас есть огромное количество контента. Под подпиской на нашем сайте открывать для всех новости мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность, подпишитесь на Дождь, tvrain.ru, слэш подписка, и мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.